Здравствуйте, меня зовут Михаил Зейфман и вы, как обычно, находитесь на моем канале. Пару лет назад я ездил в Японию и сейчас до сих пор оттуда выходит видео. Кстати, вот где-то здесь будет подсказочка, обязательно их посмотрите. И сегодня я вам хочу рассказать про то, какие вещи меня в Японии удивили просто настолько, что я решил это все выделить в отдельное видео. Погнали! Но перед тем, как мы начнем, я хочу вас попросить подписаться на мой канал и поставить колокольчик для того, чтобы вы не пропустили выход новых видосов. Первое, на что я обратил внимание, это, конечно же, люди. Во-первых, японки. Они все очень милые, очень вот прям как в аниме такие вот все ми-ми-ми, ня-ня-ня. Я когда ездил в метро, они на меня иногда смотрели и так очень мило-мило-мило улыбались, что мне даже иногда становилось неловко, поэтому очень-очень прикольно чувствуешь себя там просто алендалоном. Здесь же хочу отметить, что японцы постоянно кланяются. Всегда, когда вы заходите в магазин, когда просто к вам кто-то обращается, когда вы к кому-то обращаетесь, все, что вы не делаете, в конце вам говорят спасибо, оригадово за имас, обязательно легкий поклончик. Когда вы уходите, поразило меня просто до глубины души. Желание помогать. Японцы практически не знают английского языка, ну, там, за редким исключением, но каждый раз, когда я к ним обращался за какой-то помощью, ну, там, показать, куда мне пройти, где что находится, они всегда пытались мне помочь на пальцах, там, как-то тыкали в телефон, но постоянно, никогда не отказывали. Это очень круто, это их отличительная черта. Была одна ситуация на вокзале, когда я заблудился, сотрудник вокзала принес какой-то приборчик, который похож на тамагочи. Кстати, напишите в комментариях, был ли у вас в детстве тамагочи. Он диктовал туда какие-то слова на японском, показывал мне и на экранчике отображался английский язык. Точно так же я надиктовывал что-то на английском, показывал им, им это все переводилось на японский. В Японии на тебя не пялятся и не стараются с тобой сфотографироваться, ну, вот как, например, в Китае. Когда я был в Китае, ко мне люди абсолютно запросто подходили, могли даже не спрашивать, просто такие, типа, э-э-э, смотри, смотри туда. И я просто остановился, мне было несложно, и они со мной фотографировались. В Японии этого абсолютно нет. На себя никто не смотрит, никто там не тыкает пальцем и вообще не обращает внимания, ну, до того момента, пока ты не обратишься к человеку для того, чтобы он тебе чем-то помог. Одежда. В Японии очень специфическая мода. Все ваши влажные фантазии про японских школьниц и так далее, и тому подобное. Вот прям оно реально все так есть в жизни. Школьницы, там, студентки, я не знаю, ездят в этих мини-юбках, в таких фарточках, то есть все как в кино, все как в компьютерных играх. В метро вы постоянно можете увидеть людей в костюмах, ну, какие-то клерки, которые работают где-то в офисах. И, кстати, на обед они выходят, когда на улицу, тоже просто толпами в этих серых костюмчиках идут. Реально, вот тоже все как в кино. Косплей. В Японии есть такое понятие, которое называется Харадюку стайл. На улице Такеси, да, которая находится в районе Харадюку, есть множество магазинчиков со всяким шмотом. Это косплейные костюмы, это просто какие-то модные джинсы, майки и все-все-все остальное прочее. Вы как будто попадаете на какой-то косплей-фестиваль. Модники со всей страны туда съезжаются, тусуются, в этих всех костюмах кушают вкусное мороженое, которое, кстати, тоже каких-то необычных форм и видов. В общем, ощущение, как будто вы даже попали на какой-то карнавал в Рио-де-Жанейро. Наличие рекламы и вывесок. Реклама повсюду. Неоновые вывески повсюду. Вот все то же самое, что вы видели когда-то в кино. Идете со всех сторон. Туда, сюда, горит что-то, везде. Вообще максимально круто. Но если у вас эпилепсия, наверное, где-то это может вызвать какие-то нюансы, поэтому обязательно учитывайте этот момент. Анимешная культура. В Японии культ аниме просто повсеместно. Например, на станции метро. Когда вы просто ждете поезда, сначала начинает играть. Музычка с колокольчиками, да, вот такая мимимишная. После этого женщина абсолютно мимимишным анимешным голосом объявляет название станции. Ну, либо то, что осторожно, двери там открываются, закрываются, приезжает какой-то поезд. Также, например, вагоны метро как снаружи, так и изнутри. Могут быть тоже расписаны какими-то анимешными персонажами. Ну, либо просто мимимишными. Вот примерно такими же, как эта собачка. Автоматы с едой, водой и всякими ништяками. В Японии просто культ на автоматы. Они находятся абсолютно везде. Вы можете там купить воду, еду, какие-то вещи, электронику. Ну, абсолютно вот все, что угодно. И выглядит это все довольно просто. Вы просто подходите, нажимаете на кнопочку, кидаете монетки, вставляете купюру, либо расплачиваете карточкой и получаете свой товар. Цены там немножко больше, чем в обычных магазинах, но, тем не менее, это очень удобно. Поразило меня это именно потому, что они находятся просто на каждом шагу и складывается ощущение, что японцы просто решили вывести людей из системы продажи товаров. Я не знаю, такое впечатление, что еще буквально пару лет и людей вообще не останется в продаже. В продаже, да, как будто людей покупают. И людей, и людей вообще не останется в торговле, потому что они все будут заняты другими делами. И самого необычного, что я видел в автоматах, это, конечно же, ношеные женские трусики в коробочках. В Японии работа найдется абсолютно для каждого. Например, пенсионеры, если они хотят, конечно же, работать. Они стоят на переходах и специальным жезлом показывают водителям о том, что сейчас будут проходить пешеходы. То есть вы подходите к пешеходному переходу, этот человек показывает водителям то, что остановитесь, водители останавливаются, вы спокойно переходите дорогу и водители едут дальше. Вот такая вот прикольная штука. Игровые автоматы. В Японии просто культ на игры. Nintendo, Sony, Sega, все вот эти вот компании, которые нам известны из детства, они родом именно из Японии. Например, в районе Акихабара. Кстати, ссылочка вот здесь вот, обязательно посмотрите это видео. Там просто несколько этажей магазинов с электроникой, с игровыми автоматами. Люди просто часами там сидят. Например, стоит какой-то автомат, вокруг него собирается толпа и люди просто стоят, смотрят, кричат, что-то там обсуждают. В общем, очень-очень-очень прикольная атмосфера. Железнодорожный транспорт. В Японии на поезда просто какой-то культ. Их очень много. Они красивые, комфортные, очень быстрые и, главное, что удобные. Что немаловажно, они ходят всегда по расписанию, причем вот ровно секунду в секунду. И если поезд опоздал, ну там, хотя бы на полминуты, в Японии это считается прям трагедией. Одна из причин, почему в Японии могут задерживаться поезда, как ни странно, это самоубийство. Довольно много людей там прыгают просто под поезда и так заканчивают свою жизнь. И при этом в Японии есть специальный человек, который все это дело потом убирает и, насколько я знаю, даже у них довольно неплохая зарплата. Что касается скорости поездов. В детстве у меня была энциклопедия, в которой я прочитал про поезда Синкансены, которые могут развивать скорость, ну, практически 400 км в час. Конечно же, я очень хотел на таких когда-нибудь покататься. Наконец-то моя мечта сбылась и я прокатился на Синкансене. Я ехал из Токио в Киото и потом в Хиросиму. Удобство заключается в том, что вам не нужно ехать ни на какие специальные вокзалы. Вы можете просто на станции метро, сесть на поезд и уехать абсолютно в другой город, который находится в другой части страны. Но при этом в железнодорожной системе Японии просто черт ногу сломит. Вот перед вами сейчас схема обычного токийского метрополитена. С одной стороны, это очень удобно, потому что, как я и говорил, вы можете сесть на поезд просто на станции метро и уехать в другой город. С другой стороны, вам нужно какое-то время для того, чтобы вообще вот в этом всем разобраться. Но есть один лайфхак, обязательно смотрите на цвета линий. Цвет линий соответствует цвету станции, на которую вам надо добраться. Короче говоря, ориентируйтесь на цвета и вы тогда точно не запутаетесь. Вообще всю вот эту железнодорожную сеть покрывают несколько перевозчиков. Каждый перевозчик ответственен за какую-то свою линию. Если вы ездите в Японию на не очень длительное время, ну скажем до месяца и тем более планируете ездить по разным городам, я крайне рекомендую покупать GR Pass. Это такой проездной билет, который позволяет ездить практически по всем линиям, но за редким исключением. Поэтому обязательно будьте внимательны. У меня была такая ситуация. На какой-то из станций я садился на поезд и проходил на станцию по GR Pass. Но в процессе поездки я переехал на какую-то линию, которая не покрывается GR Pass и на выходе мне пришлось еще доплачивать за тот участок линии, который я проехал не по GR. Автомобили. В Японии они супер специфические. Почему-то они квадратные. Я реально не понимаю, почему японцы любят квадратные машины. Это просто кубики на колесах. Естественно, они все праворульные и самое прикольное в том, что марки абсолютно нам не известны. Да, конечно, есть Honda, есть Mazda, которых, кстати говоря, не очень много, есть Mitsubishi, но в основном марки какие-то, которые я вообще до этого никогда не видел и даже сейчас просто не вспомню название. Туалеты. Как и на железнодорожный транспорт, в Японии есть культ на туалеты. Во-первых, они есть абсолютно везде. В любом кафе, в любом парке, на всех станциях метро, просто на улице. Вы вообще не паритесь о том, ну будет ли где-то по дороге туалет, потому что вы его 100% найдете абсолютно везде. Туалеты все чистые, все аккуратные. И самое прикольное то, что они все электронные. Если вы хотите, извините, послать под музыку, пожалуйста, нажимаете на кнопочку, играет музыка. Подсветка, смыв, выезжает специальная штука, на которую можно садиться. В общем, все это есть в японских туалетах, что делает их максимально комфортными и удобными. Отсутствие мусорок. В Японии на улицах в основном нету мусорных везер. Я, честно говоря, не знаю почему. И, кстати, напишите в комментариях, если знаете вы. Но при этом на улицах просто идеальная чистота. Единственное место, где я видел... Блин, ладно, похуй, единственное место. Для меня это было довольно неожиданно и не очень удобно, потому что если я что-то ел, мне постоянно приходилось набивать карманы всякими бумажками и потом идти искать мусорку где-то в торговых центрах или в магазинах, в которые я это все дело выбрасывал. Также в Японии занимаюсь раздельным сбором мусора. То есть там, где эти мусорки есть, обязательно есть несколько контейнеров под каждый тип мусора. В домах все абсолютно то же самое. Я жил в доме у друга, у него тоже было несколько контейнеров, в которые они собирали мусор, сортировали и потом машина приезжала и это все дело забирала. Культ еды в Японии. Японцы очень любят вкусную еду. Две вещи, которые нужно обязательно попробовать, если вы приезжаете в Японию, это рамен и суши, либо роллы. Что касается размера порции рамена. Я не знаю почему, но мне всегда доставались какие-то супер маленькие порции, которыми я вообще абсолютно не наедался. Взять, например, Гонконг. Кстати, вот тут вы тоже можете посмотреть это видео. Там порции, ну, что-то похожего на рамен были просто огромные всегда. Можно было там даже одну порцию брать на двоих. В Японии, к сожалению, так не прокатывает. Что касается суши, их просто огромное множество, сотня различных видов с лососем, с кальмарами, с осьминогами, с какой-то там еще дрянью, я не знаю. В общем, на любой вкус и цвет. Самое интересное, что есть специальные рестораны, где вы можете все сделать в автоматическом режиме. Вы заходите, садитесь за столик, где есть такой специальный планшет, просто выбираете там все, что вам нужно, и потом откуда-то вот оттуда, с кухни, на специальном траволатере вам приезжает тарелочка со всем, что вы заказали. Если вам надо где-то быстро перекусить, я рекомендую заказить магазины 7-11. Там есть куча тоже всякой еды, там на палочках какие-то, мясо, какой-то там сыр в панировке. В общем, все очень вкусно, очень сытно и очень удобно. Также в Японии есть интересная вода, какие-то соки, прозрачная кока-кола, прозрачная пепси. Тоже на любой вид, на любой вкус. Все пробуйте, очень интересно. Здесь же хотел отметить воду Пакари Свит. Очень вкусненькая сладкая водичка, по идее, которая даже когда-то отправлялась на МКС для космонавтов. Блин, сейчас у меня какая-то была мысль, что-то еще хотел сказать. Друзья, и когда я монтировал видео, я вспомнил про целых два. Два факта, которые забыл вам рассказать, очень важных про Японию. И первый из них, это то, что люди перед тем, как садиться в метро, ну, либо в другой общественный транспорт, стоят в очередях. Вы никогда не увидите японцев, которые будут заходить в общественный транспорт, как-то там расталкивая всех и так далее. Нет, они стоят в очереди. После того, как двери открываются, люди выходят, японцы начинают заходить. И самое прикольное, то, что если даже внутри вагона, допустим, есть свободное место, но люди стоят возле двери, японцы не будут никого толкать и просто будут стоять и ждать следующего поезда. Делают они это потому, что, как я и говорил, поезда ходят очень четко по расписанию, и следующий поезд будет, ну, там, буквально через несколько минут. И второй момент, который тоже связан с общественным транспортом. Японцы никогда не уступают места старшим. В Японии это признак дурного тона. Ну, вроде как ты молодой и показываешь свое превосходство над пожилым человеком. То, что он не может стоя проехать в транспорте. Так что мне это было супер непривычно, но тем не менее, я все равно места уступал. Женщинам, детям, пожилым людям. Ну, просто потому, что так воспитан. Но в Японии молодые люди никогда так не делают. Подведя итоги, хотел отметить то, что Япония, в принципе, очень необычная страна, но при этом очень классная и очень интересная. Я всем рекомендую по возможности ее посетить. И одного видео, к сожалению, не хватит для того, чтобы рассказать просто про все интересные вещи, которые там я видел. Поэтому обязательно смотрите видео про Японию, которые до сих пор выходят на моем канале. Спасибо, что досмотрели это видео. К сожалению, одного ролика не хватит для того, чтобы охватить просто все вещи, которые меня поразили в Японии. Но вы можете посмотреть видео, которые уже вышли на моем канале, либо будущие видео, которые еще будут выходить на моем канале про мою поездку в Японию. Спасибо Глебу и Маше за то, что находятся за камерой и помогли мне в подготовке этого видео. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик для того, чтобы не пропустить выход новых роликов, а также пишите в комментариях, какие видео вы бы еще хотели увидеть на моем канале и на какие темы. До новых встреч, пока!